Наши путешествия сюда в рамках программы «Русский след» началось с того, что КЭП, работая над проектом об архипелагской экспедиции, случайно обнаружил любопытную статью. Она была опубликована профессором Стамбульского университета, некой Тюркан Алджай. В ней утверждалось, что русские оказали на Стамбул такое же влияние, как великий реформатор и отец турецкого народа Кемаль Ататюрк. Из уст турчанки это звучало как минимум странно. Поэтому не могло нас не изинтересовать. Тюркан писала, что в начале 20 века русская белая эмиграция, прожившая в Стамбуле не более 10 лет, повлияла не только на культурную жизнь Стамбула, но изменила самое главное – менталитет турецкого народа. Что в конечном итоге способствовало становлению как гражданского общества Турции, так и советского государства в целом. Вот так, ни много ни мало. Нам было, несомненно, лестно узнать такое из уст турецкого профессора. Поэтому мы отправились туда, чтобы понять, осталось ли в сегодняшнем Стамбуле что-то, что напоминало бы о той первой волне эмиграции, и удалось ли русским оставить в Стамбуле след, который был бы очевиден и неоспорим, спустя почти целое столетие. Ты знаешь, я вот о чем вспоминаю, что всего 4 года пребывания русского флота на Парасе, а для них это была некая вспышка такая. Причем это было несколько тысяч человек, а они оставили довольно глубокий след в истории острова. Более того, даже название, если помнишь, вот это вот, название местечко-лагеря, где стоял полк. Лагерь. Да, да, лагерь, лагерь. Ну, я понимаю, к чему ты клонишь. То есть тебе интересно посмотреть, увидели ли мы в Стамбуле подобные следы изменений, которые внесли русские эмигранты? Да, точно. Потому что там, на самом деле, мне, честно говоря, кажется, несмотря на то, что их было там больше ста тысяч человек, мне кажется, что этот город просто их поглотил. Едва ли, вот на мой взгляд, я могу ошибаться. Слушай, ну смотри, он же поглотил не только их, он поглотил и их других, третьих. Да. И это нормальный ход человеческой истории. И это здорово, когда возникает что-то новое на основе смешивания разного старого. Это история, это должно быть естественно. Я не сомневаюсь в том, что та волна русской эмиграции, которая осела в Стамбуле в начале прошлого века, конечно, что-то привнесла в его культуру. Но что-то наверняка есть, собственно, мы это и выясним. Еще из Москвы мы связались с профессором Алджай и договорились об интервью. Однако она попросила нас помочь ей в одном деле, в каком именно не сказала. Но мы, конечно, не могли ей отказать. И вот мы в знаменитой Стамбульской бухте, куда в 1919 году прямо на этот пирс перед Святой Софией высадилось около 150 тысяч наших соотечественников, покинувших Россию из революции и начавшейся гражданской войны. «Сказочный город, весь залитый солнцем, сверкнул перед моими глазами. Тонкие иглы минаретов, белосахарные дворцы, маленькие лодочки-канки и море, море красных фесок, как на параде, как в праздник», – описывал свои первые впечатления от Стамбула Александр Вертинский. Город поначалу просто ошеломил русских ощущением невероятной, бьющей ключом энергии. Она вселяла надежду в наших эмигрантов, что, может быть, не все еще потеряно. В 1919 году покинуть охваченную гражданской войной Россию пыталось почти 3 миллиона человек. Треть из них бежала в Европу. Жители Сибири и Дальнего Востока вырывались из страны через китайский Харбин. А 200 тысяч жителей Южной России бежали через Новороссийск, Одессу и Севастополь вместе с отступающей армией Врангеля. Они-то и оказались в турецкой столице. Прямо с пирса мы отправились в один из старейших в Европе университетов. Построен он был по приказу султана Мехмеда Завоевателя в 1453 году. Надо признать, ровно за три века до того, как университет был основан в Москве. Здесь нас ждала Тюркан Алджай, профессор, заведующая кафедрой славянских языков и литературы и фактически инициатор нашего путешествия. Скажите, а почему, откуда вообще такая заинтересованность в этой теме? Почему русская история, почему история русских здесь? Когда русские историки стали заново перевосмыслять свою историю, они обратили внимание на такое уникальное явление, как массовый исход из России белых русских. Однако они позже занимались вопросом деятельности крупных политических и военных деятелей. А что касается тысячи-тысячи белых изгнанников, оказавшихся в одночасье на чужбине, не доходили. И вот мне бы захотелось по возможности восполнить этот пробел и еще раз пройти с русским следом русских эмигрантов в Стамбуле. А можно так сказать, что русская эмиграция была неким таким толчком для европеизации Турции? Это так можно говорить или это через чур? Корректно. Не совсем через чур. Мне кажется, что во многом. Потому что они оказали влияние не только на быть, но и на художественно-культурную жизнь страны. Впервые турки увидели балетные постановки благодаря русским в Стамбуле. Услышали классическую музыку. Здесь проводилась первая выставка художников, например. Слушайте, складывается такое ощущение, что в какой-то момент приехали русские в центр Стамбула и организовали здесь какую-то светскую жизнь. Культурную жизнь, да. А вот вы смотрели фильм «Бег». Помните вот эти вот «Таракань и бега»? Это вообще придумка автора или это было на самом деле? Нет, это на самом деле было. Одной из новшеств, принесенной русскими, были лотерейные клубы. В то время было создано 400 лотерейных клубов. В них ежедневно играло где-то 12 тысяч человек. Ничего себе. Да, после того, как их запретили, русские открыли «Таракань и бега». Казалось, знания тюркан о мельчайших подробностях русской жизни неисчерпаемы. В ее библиотеке были собраны сотни книг и воспоминаний, написанных русскими иммигрантами уже здесь, в Стамбуле. Но одну ей найти не удалось. «Альманах. Спасибо». Изданные русскими в 1924 году, когда большинство из них покидало Турцию. Вот в этом алмонахе русские благодарят сердечно туркам за гостеприимство, за то, что в самый трудный момент они подали им руку. И что они никогда не забудут то, что было сделано для них. И с большой благодарностью они называли Турцией второй своей родиной. Туркан попросила нас попытаться найти эту книгу, очень важную для ее исследования. И мы, конечно, пообещали сделать все, чтобы ей помочь. А пока решили начать наши поиски с российского консульства. Именно сюда, в этот роскошный дворец на проспекте Истекляль, первым делом шли беженцы. Прямо с кораблей, увешанные детьми и домашним скарбом, с сомнительными документами и вышедшими из употребления деньгами. Пытаясь хоть как-то упорядочить этот неуправляемый людской поток, сотрудники консульства для начала селили их прямо у себя, в залах, предназначенных для приемов. Спасибо. Какой красивый зал. Да, это основной зал генконсульства, зеркальный зал приемов. Поинтересующий вас период времени, здесь непосредственно располагались беженцы. Прямо вот здесь, на полу, жили, спали, устраивали свой быт, отгораживались друг от друга всевозможными способами, офицерскими шинелями, полотенцами. Построенная по проекту архитектора Гаспаре Фассати, русское консульство в Стамбуле – образец широкого имперского стиля. На его обустройство был потрачен миллион рублей, четвертая часть контрибуционных денег, которые Турция выплачивала России после окончания войны в конце 19 века. Поверить, что беженцы несколько лет жили в этом дворце, как в обычном общежитии, на самом деле было трудно. Достаточно такие жесткие правила здесь были. Восредственно до нас дошла история о том, что четыре, скажем так, немного подвыбивших офицера устроили здесь ночью в одном из залов, скажем так, решили попугать беженцев. И не дошло до того, что их разоружили и сказали, что на следующий день первым же транспортом вас управляют на фронт. И взрослые люди, взрослые офицеры чуть ли не на колени умоляли, чтобы их не отправляли туда. Но это было, видимо, страшно вернуться туда. Представляешь, ты вырвался оттуда, как бы сейчас здесь относительно спокойная, цивилизованная жизнь, тебя обративают в пекло. Но это показывает, что была какая-то четкая организация всех жизненных процессов здесь, проистекавших с нашей стороны. Здание консульства стало не только гостиницей и лазаретом для беженцев, но и штабом почти разгромленной Белой армии. В 1920 году сюда после отставки прибыли генералы Деникин и Романовский. Последний обвиняемый молвой во всех неудачах Белой армии был убит фанатиком прямо на лестнице генконсульства. Постепенно русские эмигранты адаптировались к жизни в Стамбуле. Самая предприимчивая часть из них расселилась на проспекте Истекляль, главной и самой фешенебельной улицы турецкой столицы. В самых дорогих пассажах открывались русские магазины, русские кабаре, кафе-шантаны, мастерские готового платья, банки, косметические салоны и рестораны с водкой, пельменями, пирожками и борщом. Послушал разговор как-то двух англичан. Один другому с досадой. Эти русские, они здесь себя чувствуют как дома. Слушай, ну если говорить о мировых масштабах, то и сами англичане, будь здоров, где чувствовали себя как дома. Но в контексте Стамбула они совершенно правы, потому что русские действительно отхватили здесь в городе самые вкусные, лакомые места. Ну вот, смотри, шикарная улица. И здесь практически в каждом доме было что-то наше. Вот скажем, далеко не надо ходить за примерами. В этом известном международном сетевом кафе когда-то было общество русской торговли. И представляешь, наши в центре Стамбула торговали драгоценностями мехами. Как это не вяжется с эмиграцией? Ирония судьбы. Как отмечал очевидец тех событий, бывший редактор, выходивший в Крыму газеты «Великая Россия» Николай Чебышев, Стамбул того времени представлял для беженцев одно преимущество. В нем не было хозяев. Все были гостями, в том числе и сами турки. Формально хозяевами Стамбула была военная администрация Антанты, оккупировавшая Стамбул, но французы и англичане против русских ничего не имели. А турецкому султану, чье влияние было ограничено оккупационными властями, русские просто были симпатичны. Он любил хорошо образованных людей, да еще с военной выправкой. Таким образом, получилось так, что русские не чувствовали себя так комфортно нигде, как тогда, в 1921 и 1922 годах в Стамбуле. В эти годы в Стамбуле собрались слитки русского общества. Писатель Иван Бунин, балетмейстер Борис Князев, художник Павел Чилищев. Многим из них пришлось уехать спустя два года из-за бытовых проблем, но многие, напротив, сумели устроиться здесь с небывалым комфортом. Александр Вертинский, прибывший в Стамбул в 1920 году, был как раз из тех, кто устраиваться умел. Жил он в Стамбуле ни много ни мало в самом фешенебельном отеле Палас Пера. Вообще, удивительная судьба человека. Столько, и везде всегда устраивался хорошо. Знаешь, что вы в Киеве на Адресском спуске жили? Тоже местечко, я тебе скажу, ого-го, я бы сам там жил. Подставь вот этому? Да. Может, ты мне споешь что-нибудь? Вы помните тогда притонок Сан-Франциско? Лиловый негр вам подавал манто? По просьбе Вертинского, бывший турецкий дипломат, служивший в Петрограде, открыл кабарет «Черная роза», мгновенно ставшая популярным как среди офицеров Антанта и русских, так и самих турков. Почти ежевечерне по телефону заказывали стол комиссару всех оккупационных войск, адмиралу Бристолю. Он приезжал с женой со всей свитой, пил шампанское и очень любил незатейливую гусарскую песенку «Оружьем на солнце сверкая», которую я пел, искусно заправляя ее всякими имитациями барабанов и военных трупов. Мы уже 10 раз пересекли истекляль в поисках подвала, где когда-то находилась знаменитая русская кабарет. Как нам подсказали в консульстве, в здании это можно было распознать по надписи «Сезам» над главным арочным входом. А вот смотри, видишь банк? Гарантии? Да, когда-то была кондитерская, которая называлась Несуаз. И как следует из нашей шпаргалки, в годы белой миграции Несуаз был изысканным местом, где официантками работали русские графини и княгини. А градировщиками генералы и полковники? Можешь себе представить? Слушай, а напротив, значит, должна быть черная роза. Да, 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 где Белвертинский. Вот смотри, надпись «Сезам». Вот «Сезам». Да, 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 но надпись существует, а здание на реставрацию, судя по всему. На пороге бывшей черной розы нас неожиданно нагнал странный, очень элегантный господин на его лице. Читалась крайняя степень желания нам помочь. Мы ищем места, где жили и работали русские в начале прошлого века. Вот это здание, вы знаете хоть что-то о нем? Может, вы знаете о русских в Стамбуле? Что вы знаете об этом? Я так понимаю, что они были везде. Ну, честно говоря, мы с Кэпом никогда еще не чувствовали себя такими, как бы это помягче выразиться, озадаченными. А, вход был с угла, я так понимаю. Спасибо большое. Господин, выглядевший как русский франк начала века, оказался абсолютно немым. При этом он продолжал с удовольствием общаться. Это одно из самых содержательных интервью, которые я когда-либо брал. Это уж точно. Да, постепенно мы понимали, почему Стамбул вызывал столько восторгов у артистической русской богемы. Несмотря на неудачу с Кабаре, вход в который был наглухо замурован брезентовым тентом, мы не теряли надежду обнаружить наистекляле какое-нибудь русское заведение. И следующим пунктом в нашей программе был знаменитый Рижанс. В этом изысканном ресторане, где каждый вечер выступали артисты Мариинки, имел постоянный столик сам Кемаль Ататюрк. И вот, кажется, мы были на месте. Вот оно. Вот оно. Только закрыто. И почему я не удивлен? И, судя по всему, закрыто давно. Поражавшие не на замках и цепях. А внутри, смотри, сградный какой-то интерьер и витражи. И грязно внутри. Слушай, у нас вот что-то как-то плохо получается. Вроде и есть следы, а вроде и нет. Давай спросим. Нам рассказали, что Рижан закрылся три года назад из экономических соображений. Хозяина, турка, старательно сохранившего традиции русской кухни вплоть до 2011 года, попросили освободить помещение. Но, как видим, ничего нового на этом месте не появилось. Мы начали разочаровываться. Рижан закрыт, черная роза под брезентом, а вместо многочисленных русских лавок и контор в современные безликие магазины. Слушай, ну, вообще говоря, Стамбул большой, конечно. Он похож. Вот в этом месте на рынок. Пока что, да. В общем, трудно себе представить, что мы сможем найти здесь хоть какие-нибудь русские следы. Не то, что русские, а следы той волны эмиграции. Где русский дух? Здесь с Русью. И не пахнет. Конечно, мы не ожидали, что в современном Стамбуле сидят бородатые потомки русских и торгуют медвежатиной и пенькой. Но увидеть хотя бы интерьеры бывших русских заведений или вещи белогвардейцев на это мы, безусловно, надеялись. Вдруг нам пришла идея податься в антикварные лавки. Тысячи беженцев жили только тем, что продавали свои вещи местным старевщикам. Должно же было что-то остаться. Слушай, как, ну, надо сказать, здесь, конечно, куча всего. Да, у меня прям глаза разгорелись, если честно. Я вот прям в шашку вцепился. Шашку, да. Как репей. А, ну, если вот ее бы вывести... Вот это были находки. Русский императорский фарфор, старинные русские книги, драгоценности с клеймами московских ювелиров, десятки портсигаров со старинными русскими гравировками. А Кэп нашел подлинную драгунскую шашку, сделанную в 1886 году. Возможно, ее сдал какой-то военный, чтобы прокормиться. Ведь военным, по словам современников, приходилось хуже всего. Они не могли приспособиться к гражданской жизни. А чаще всего просто не хотели этого делать. Это вот принадлежало, видимо, боевому офессору. Это что-то написано, да? Это завод. Это завод, который сделал это. Ребята, а вы что, русские? Да. Да, мы из России. А, как приятно. Здравствуйте. Мы из Москвы. Вот нашли шашку. Русские следы в Стамбуле. Да, шашка драгунская. Снимаем телевизионную программу. Шашку. Это русская шашка? Шашка, да. Боже мой. Кому-то принадлежалось. В этом магазине вы нашли? Да, вон в углу стоял. А вы здесь живете? Я, да, я здесь живу. А я тоже здесь случайно оказалась, потому что я собираю русские открытки. Так, совершенно случайно, мы познакомились с Линой Афанасьевной, прихожанкой русского храма, святого Пантелеймона, учительницей фортепиано и страстным коллекционером русских старинных открыток. Посмотрите, какой пасхальный стол. Настоящий наш русский пасхальный стол. Вот такой стол, во-первых, делают в России. Посмотрите, сырная пасха, кулич, цветы, яйца. Посмотрите, посмотрите, какие кексы, самовар. Ну, видите, и другая. Кому-то было что-то покушать, кому-то не было. С Линой Афанасьевной поиски стали легче. Она сразу отвела нас в кафе Маркиз. Это было одно из мест, где собиралась самая элегантная русская публика. А в 20-е годы с подачи русских хозяин Армянин установил здесь строгий дресс-код. Теперь без галстука и шляпы выпить в собственном городе кофе с круассаном турки уже не могли. Но вы знаете, вот предприимчивые турки, они рядышком открыли маленький такой магазин, где напрокат давали шляпы и галстуки. Я все равно думаю, что если бы ты в таком случае сейчас садил шляп и галстук, скорее всего, все равно не пустили. Более нелепого вида придумать сложно. Чувствую себя, как благородная девица, капризничаю. Засилие русских в Стамбуле нравилось далеко не всем. Мы с Кэпом нашли смешную и в то же время отчаянную петицию, написанную султану турецкими дамами. В ней главным врагом местных жителей объявлялись русские женщины. «Карашо», как их называли сами турчанки. Петиция султану от турецких женщин. Вражеские силы, обладевшие нашей страной, заняли наше жилище, арестовали наших мужчин и взяли их в плен. Эти распутники с севера, которых отказались принять даже общество, близкие им в этническом плане, используя чарующую прелесть своих жен и дочерей, растлевают наших мужей и детей. Они обобрали турецкого мужчину и отняли у него последнее имущество. Они разрушили наши семьи, развратили наших сыновей и стали дурным примером для наших дочерей. За один-два года им удалось, и сейчас удается, принести больше вреда, чем всем русским армиям в течение веков. Конечно, в этом крике души было нечто предвзятое. Сразу читалось, что главой женского движения была какая-нибудь турчанка, у которой очаровательная русская Карашова увела ее турецкого мужа. И все же доля истины в этом послании, безусловно, была. Русские действительно, не стесняясь, навязывали свою культуру чужому городу, а впоследствии многие из них начали активно сотрудничать с новой турецкой властью. Типичный пример такого сотрудничества – государственный театр, опера и балет Астамбула имени Сюрия Эльмень-Паши. Говорят, в этом театре работало более двух десятков русских музыкантов, балетмейстеров и художников. Сюрия Эльмень-Паши – один из подвижников, а Татюрка был горячим поклонником оперы. И этот театр, построенный в 1924 году, был одним из его любимых детищ. Русские артисты, работавшие здесь, были очень высокой квалификацией. Они могли обучить наших артистов и оперному искусству, и танцу. И сейчас, благодаря этим людям, у нас сформировалась своя школа классического балета и оперного пения, а также фортепианная и скрипичная. Сейчас наши музыканты абсолютно конкурентоспособны во всем мире. Я бродил по залу и не мог понять охватившего меня странного чувства дежавю. Что-то да более знакомое было в этом зале. Я решил узнать, а не имеет ли русские отношения к оформлению театра. И каково же было мое удивление, когда девушка сказала... Вы абсолютно правы. Оформление театра было доверено русскому художнику Николаю Калмыкову. Насколько я знаю, он с Украины. У нас он очень известен. Впоследствии он получил гражданство. И даже сменил имя на Наджи Калму Каглы. Его здесь очень хорошо знают. Наджи Калму Каглы. Или Коля Калмыков. Украинский кубов и турист стал одним из тех, кому удалось натурализоваться и добиться действительно заметного успеха в Турции. Вместе со своим другом, художником Рахманом Софиевым, они расписались десяток официальных зданий в Стамбуле. Им повезло. Судя по всему, Турция действительно стала для них второй родиной. Однако большинство эмигрантов было вынуждено все же покинуть гостеприимный Стамбул в 1924 году. Почему именно в 1924? Почему почти 80 тысяч русских вдруг одновременно собрали чемоданы и покинули гостеприимный город именно в 1924? Турция признала советскую власть одной из первых. И наверняка они как-то договорились или не договорились. Может, даже без устных договоренностей. Может, они просто с полуслова все поняли. И начали отсюда их выдавливать. Тем более, если учесть тот факт, что Россия, советская Россия, поставляла туркам оружие, боеприпасы, патроны, винтовки. И, соответственно, это мог быть ответным жестом, понимаешь? Это мог быть жесть доброй воли со сторон турков такой, знаешь, могло вполне быть укладываться в такие политические игры. Возможно, возможно. Мне в этой связи представляется более интересным тот факт, что некоторым из этой волны эмиграции все-таки удалось здесь остаться, несмотря на то, что их отсюда просили как-то. Но ты о Калмыкове, конечно. О Калмыкове, естественно. Ну, он был востребован. Ну, да, вот именно. Он продавался. Он здесь стал успешным как художник. У него были заказы, у него покупали его картины. И, видимо, он как-то загружился с местными властями, скорее всего. До такой степени, что еще поменял фамилию. Тебе это не нравится, я знаю. Мне это не нравится. Ну, неважно. Бог с ним. Мало ли, какие у него могли быть обстоятельства. Не нам с тобой с ним не сужу. Нет, я не сужу. Я просто говорю, что мне это не по душе.